Привет, друзья! Я Алекс, это лаборатория настольных игр профессора Фикуса, и мы продолжаем наш обзор, конечно же, ролевок по Вархаммеру. Многие хотели, многие просили, и, конечно же, вы получили. Это Dark Heresy, вторая редакция. То есть, темная ересь, вторая редакция, вот он, изменившийся дизайн, модная буква I, то бишь Inquisition. Конечно же, Art Inquisitor, который здесь не очень заметен, но он есть, вот, пожалуйста. Больше нам не пишут тон цветистого текста на тему того, что вы, околиты, бла-бла-бла, просто все понятно. Когда ты покупаешь эту книгу, ты знаешь, чего здесь ожидать. Art сохранился тот же самый, качество отличное, книга прекрасная, здоровенная, толстая, вышла в 2014 году. У нее был очень тяжелый и мутный старт, был бета-тест, многие эти бета-тесты заклевали когтями, рогами, хвостами и всем остальным. Было очень много странных решений, все они переключевали в эту книгу. Многие вещи, которые должны были бороться с недостатками первой редакции, остались. Но некоторые вещи поменялись, конечно же. Значит, главные, ключевые моменты, которые нужно понимать. Во-первых, они боролись с тем, что карьеры очень жесткие, карьеры ограниченные. И поэтому они разрешили нам комбинировать роли, профессии и так далее. Теперь мы имеем всевозможных отчаянных стрелков из Адептус Механикус, гвардейцев, псиоников и прочее, прочее, прочее. Потому что можно, почему бы и нет. Проблему бурстфайра, а как Малиси стреляет, где, в общем-то, все получали плюс 20 стрельбей из фуллафта. И в первой редакции, ну, это было просто оружие победы. И все с ним боролись, боролись и доборолись до того, что в факах, всяких патчах и более поздних редакциях, вместо плюс 20, тогда плюс 10. Потому что иначе, ну, какое-то непомерно мощное барахло. Здесь у нас ашн-поинты. У каждого выстрелы за рушью стоимость ашн-поинтов была. И это считалось более разумным. И призвано было бороться с этим вот синдромом стреляя Малиси, а вось кого-нибудь убьешь. Что касается прочих дополнений, прочего, надо сказать, что адепты, что первой редакции, что поклонники второй часто сошибаются. Те, кто любит второй редакции, критикуют первую за перегруженность. Те, кто любит первую, критикуют вторую за то, что она подарила невероятного размера манчетинизм, минмаксизм. Потому что можно же все мешать, и большинство людей создает персонажей не интересных и необычных, а чтобы выжить из них максимум. И поэтому, считывая особенности местной таблицы развития, большая часть этой самой работы будет посвящена ползанию по таблицам талантов и продвижений в надежде на то, что найти путь, который максимально не запокапит вас в будущем. Ну и Акалиты, которые в первой редакции назывались Фокалиты, потому что они вечно фокапились, здесь неожиданно превратились в машину смерти, местным Чейнсвардам завидуют Берсерк и Хорна. Уровень сил вырос однозначно. Если в первой редакции вы, условно говоря, ползли на карачках, собирая всякие уделяя остатки и прочее, то здесь вам сход дают очень много. Естественно, ГРМ все может исправить, он может всех убить, он может все накрутить, но, объективно говоря, в этой редакции персонажи кажутся и ощущаются сильнее, чем в первой. Ну, возможно, мое субъективное мнение. У меня нет какой-то особой критики второй редакции, я отыграл по ней на число часов. Она хорошая, она интересная, она самобытная. Жалко, что кончилась лицензия, точнее не так, жалко, что Games Workshop отобрали лицензию у Fantasy Flight Games, и вторая редакция не получила такого количества сурсбуков, материалов, которые получила первая редакция. К сожалению, к сожалению. И это чувствуется нехватка материала, потому что, положа руку на сердце, у системы есть потенциал, и я должен ее похвалить. Она гораздо лучше, чем многое из того, что выходило после. И если вдруг вам не нравится первая редакция в счет ее сложных карьер, то обратите внимание на вторую. Она проще, она приятнее, она дает больше возможностей для всеми любимой оптимизации и маньячкинизма. Вы все получите удовольствие, капая на мозге вашему ГМ, который будет бросать на вас тонну каких-то хроношектеров и будете рвать. Здесь Акалиты просто вот, никакие не факапокалиты, а отличные монстроидальные ребята, которые методично раскатывают всю вселенную во имя Инквизиции, Императора и Святых Орбасов, конечно же. Вот. Ну и прежде чем с вами посмотрим эту книгу, прошу вас поддержать видео лайком, канал подписка, если вы еще не подписаны. А если вы хотели, чтобы такого материала было больше, контента, обзоров всевозможных, то, пожалуйста, поддержите канал подпиской на Бусти, ВКонтакте с Водонатом. Есть просто реквизиты под видео. Время сейчас тяжелое, и ваша помощь будет весьма и весьма кстати, поэтому заранее спасибо. А теперь давайте посмотрим на эту замечательную книгу. А теперь давайте посмотрим на нашу с вами распрекрасную темную ересь второй редакции. Roleplaying Game, Warhammer 3000 Roleplay, все еще Fantasy Flight Games, переворачиваем. Вот он, наш Инквизитор. И вот он, прекрасный логотип, точнее слоган. Невинность ничего не доказывает. ГВФ, ФФГ, все поблескивает, но меньше свистелых переделок, чем в первой редакции. Нету золотого этого теснения, хотя Инквизитор переливается, но черно-красный смотрится не так эффектно, как золото. Давайте посмотрим, какой-то мир, что-то происходит. Все понятно. Здесь у нас Dark Heresy, Original Designed, вторая редакция, Эндрю Фишер, новые ребята, Том Хикклберри, то есть Декклберри. И это товарищ, который участвовал в разработке первой редакции, по-моему, один из немногих из старой команды. Естественно, Дэн Абнет здесь присутствует. Оуэн Барнс, Барнс ушел в подтанцовку, где Майк Мэйсон, а нету Майк Мэйсон, то есть Энди Хор. О, господи, мы все умрем. Кто такой 41-й миллениум? Вот вам Бог Император, вот вам Мунурк Черепов, все красиво, все, как мы любим. Во тьму Дэн Абнет. Можно я пропущу историю Дэн Абнет. Но это не Эйзенхорн. Невинность ничего не доказывает, что такое вторая редакция, что такое ролевая ядра, что такое улыбка, кто такой гейм-мастер, готовые приключения, идеи приключений, хоум-брюшки, как начать, какие главы, псионика, эпоха империи. Рассказывают про ересь Хоруса, враг снаружи. Враг внутри, враг извне, инквизиции, вот они, ребята в шляпах. Орда Еретикус, Ксенос, Орда Малеус, точно занимается, как играть. Играем в Дарк Херрис, статы, все эти вопн-скиллы. Если вы играли в какую-нибудь Вархамер Фэнтези или Дарк Херрис Первый, все это родное и знакомое Гилл Пауэра. Вот они, кубики. Если нет, Д-100 возьмите разноцветные Д-10, таланты, навыки и черты. Как что проходить. Сложность тестов от минус 60 до плюс 60. Как это, пример игры. Создание персонажа. Все достаточно знакомо, но, как говорится, маленький нюанс. Вначале мы выбираем Домашний мир. Если не хотите выбирать, вот там табличка рандомная. Дикий мир, мир кузницы, воскорожденный, мир улей, мир святилища, рожденный в пустоте. Вот они, персонажи. Вот у нас это самое. Сколько очков веры вы получите. Бонус от Домашнего мира. Интеллект. Это ваша главная предрасположенность. Количество ран и так далее. Воскорожденный всевозможный. Вот летит куда-то. Летять, утки, летять. Мир святилища. Вот они, статуи императора. Благословение императора на 6 плюс вообще здесь. Главная сила воли. Вот это вы родились в бездне. Вот это вам повезло. И выберите бэкграунд. То есть предыстория. Пожалуйста, вы были администратумы. Вы были Адептус Арбайтос. То есть по сути, судьи дредом. Мотоцикл здесь есть? Нет, но это то есть кибергонщие. Да, отлично. Адептус Астротелепатика. Тайкер Телепат. Обычно это просто мясной сотовый телефон, который связывается с точкой А и с точки Б. Вы были Адептус Механикус. Здесь у нас мини-сторум. То есть жрецы, всевозможные. Видите, мутюгальненький, вшитый в рот. Имперская гвардия. Можно быть изгоем. Мне нравятся такие изгои. Здесь все упитанные. Вот они не изгои. Дальше выберите роль. Дальной способности, таланты. То есть, допустим, вы Ассасин. Рекомендованные продвижения выберите. Хирург-деон, то есть вы всех оперируете. Деспираду, конечно же, да. О чем я вам говорю ранее. Адептус Механикус, решивший стать Деспирадо. Иерофант. Мистик. С одной стороны, мудрец, это все очень даже неплохо. Арт, кстати, очень хороший. Хотя бы бликует невероятно. С одной стороны, все это в целом даже неплохо. Но есть то самое, вот, воин. Маленькие нюансики. А именно, оптимизация и слишком большой разброс зачастую, я бы сказал, в ущерб какому-то здравому смыслу. Возможно, я не прав. Самой пункт один. Но у меня вот какое-то такое ощущение. Вот они, подвижение. Различные сетюды. Без предрасположенности ваши. Как это стоит. И вот вы. А, вот они, имена, пожалуйста. Не знаю, меня не вызвало это какое-то яростное пупоболе, но не могу сказать, что я фанат этой редакции. Первое, Северка лично нравится мне больше и мой однозначно любимица, это рок-трейдер. Я считаю, что после него, как бы, инквизитор, пожалуйста, или стать инквизитором. Ионик, ионики-изгои, всевозможные неприкасаемые навыки, как использовать навыки, специалисты навыки, ага, использование навыков, будучи нетренированными, как что создавать, навыков стал меньше, талант тоже, ну, как говорится, бог им судья. Ман, дознание, запретные знания, лингвистика, запугивание, которое идет, конечно же, от силы, потому что причина медицина, направление, операция, лазание по поверхностям, их восприятие, познание. В общем, те же яйки, только в профиле, но, как говорится, с местными нюансиками. Ловкость рук, стелс, использование техники, ничто не нау под луной. Таланты и черты, вот он списочек, таланты 2-го и 3-го уровня. В общем, они все это перераспределили, это была большая работа проделана, я согласен. Мне еще не нравился, я уже сейчас не вспомню мою претензию, в чем конкретно она заключалась, но что-то типа, многие таланты просто давали себе мегабаф, бессмысленный мегабаф какой-то. Не знаю, возможно, я не прав, это было слишком давно. Черты это, всевозможные, обычно для демонов бестелесные, машины, природное оружие, телепортируется. Вот он, пожалуйста, Ильдар стоит. Оружие, как его изготовлять. Торгуем предметами. Это реквизиция типа оружия. Да, боевка здесь, мне кажется, более брутальненькая, чем в первой редакции. Но таблички ритов точно более какая-то такая нуарная, что ли. Ну, Дримдарк все-таки логичный, чтобы ей быть добрый и пушистый. Оружие, больше арта, у них и болтер. Вот там болтган, конечно, ака болтер. Оружие, оружие, оружие. Огнеметы, низкотехнологическое оружие, луки там всякие, болот. Гранаты, тяжелый стаббер. Ходган, плазму, все мы это знаем, все мы это любим. Гравитонное оружие, куда же без него. Chain weapons. Добро пожаловать, наслаждайтесь. Киловое оружие. Power fist. Для любителей power fisting, естественно. Боеприпасы в рюкзаке. Понятно, оружие на запястье. Прицел, инфракрасный прицел, лазерный прицел. Доечка, защита, броня, карапасы всякие. Арт просто везде. Это свой сектор, астеллон. Не знаю, чем мне понравился коликс. Но, как говорится, уважай души, опять же, потемки. Оружие, диагностеры, ауспексы. Иммунозадачный сервочереп. Набор песца. Стаммер. Это вопилка. Будет неприятненько. Медицинская помощь. Пианические импланты. Пушки всевозможные. Управление мыслями. Интерфейс. Техника. Возможность кеймера. Упрощенная. Улучшенная броня. Живая техника. Да. Диктин. Автоповозка. Велоксический велосипед. К примеру, конечно же. Тайкер. Их роль. Важная, несанкционированный. Пси-рейтинг. На суть, я помню. Пси-рейтинг просто бросок по вилл-пауэр. И даже на пси-рейтинг можно наплевать. Хотя, возможно, моя память меня подводит. Максимальная сила. Поддерживать сила. Где фэтрит? Есть фэтрит? Нету фэтрит. Да. Просто никаких зажимающих себя и держащих в руках псеводников. Как получать психосила? Формат силы. Сам, пожалуйста, биомантия. Оформление, конечно, шикарное. Пси-нейшн. Очень удобно, очень классно. Пиромантия. Нет, красиво, красиво. Раскаленный луч. Фонтанное самовоспламенение. Телекинез. Класс. Вортексный взрыв. Да. Телепатия, конечно же. И боевка. Труктурное время. Комбатные каунтеры. Ходы. Инициатива. Раунд. Действия, полдействия. Не знаю. Идея сешен-поинтами мне нравилась. Жалко, что они ее зарезали. Мы остались тем же самым. Ну, как говорится. Как говорится. Кстати, разговор о девочках. Где мой бурст фаер? Плюс 0 бс. И минус 20 подавляющий. Хочу увидеть фул автобурст. Минус 10 бс. Да. Знаете, я тоже это, наверное, адаптирую. К первой редакции. Потому что, конечно, это украшение всех руководителей меня только притомило. В магии. Правильный гнев. Десятку выкинули. Двумя оружиями сражаемся. Укрытие. Тьма. Ближний бой. Упор. Тельба в упор. Короткое расстояние. Бла-бла-бла. Не ведающие о вашем присутствии цели. Раненый гвардеец хромает в закат. И снова в закат. И уходят ребята. Вот она, табличка ритов. Ах. Перегретый атакой, мозг жертвы взрывается, разрывая череп на куски. И бросая раскаленные куски мяса тех, кто поблизости. Цель очень-очень и очень мертва. И 10 плюс. То же самое, но еще и тело горит. И бежит безголовые 2 до 10 метров в случайном направлении. Если есть что-то воспламеняемое, включая персонажей, нужно протянуть от жилета. Или тоже подгореть. Да, все мы это знаем, все мы это любим. Прекрасная табличка. Чудесная табличка. Великолепная. Я считаю, он фьюжн. Люблю эти таблицы критов. С хлопающимися, как арбузы, головами. И улетающими в неконтролируемые, прекрасные, далекые конечности. Помнишь, вначале арбитратор бежал куда-то? Картинка называется «Добегалось». Надо было осторожненько делать. Прыгать, лазать. Поверхности, толкать вес. Полет, передруженные персонажи. Весикулярное сражение. Вот там мотоциклы, перестрелки. Пум-пум-пум. Весело. Оружие стреляет. Вот там Валькирия летит. Плёт по своим делам. Арки. Леталок. Если вы играли в Роктрейдер, то вы уже всё это знаете. Всё знакомо. Тритические попадания, тритические попадания, повреждения. Что случилось с корпусом. Создаём свою технику. Горит. Как быть, если ваша техника полыхает? Горит. Нарративные инструменты. Голод. Голод. Холод. Как пущать влияние, стать влиятельным. Эффекты. Ага. Скрытность. Скрытность и рост влиятельности. Весело. Что у нас здесь? Структура разговора. В общем, эту систему учат, как бы нас как вести всякие дела там. То есть, для яму здесь довольно неплохо. Хотя, многим не хватает материала. Жалуются, что слишком мало всего. Допустим, расследование, как ключи подбрасывать партии, там, информационные ключи, возможные подсказки, связанные, типа, типа следов там. Ну, понятно, в общем. Завершая расследование. Ну, расследование всегда весело, интересно. Безумие, страх и проклятие. Очки, коробшенные очки безумия. Очень плохие вещи. Торг, конечно, ментальная травма. Тест на безумие. Тест на злодеяние. Горит наш гвардеец. Горит на работе. Судьба. Для чего нужны фейтпоинты? А вот мутации. Боже, как хорошо. Крепление в варбанду. Используете семью. Различные запасные персонажи. Канонис и Стер Битвы. Конечно. Вы десанете, например, Десвотч. Вот видите, Десвотч. Меч, правда, без модных желтеньких полосочек. Грэйк Найт. Отличные запасные персонажи. Чего бы сразу не Бога Императора. Это вот вам карты Империи, Ультима Сегмента, всевозможные Холи Терра. Всем любимые Некромунда. По-английски еще и не как Некроманда звучит. Дептус Терра. Это вам структура Империи. Сейчас можно пролеснуть. Вы все знаете, что есть Террики, есть Инквизиция, всевозможные Святые Ордены, есть Пуританцы, есть Монодоминанты, есть всевозможные Радикалы, которые хотят, чтобы демоны боролись с демонами. Это вообще какой-то вампир сидит. Здравствуйте. Вот они, пожалуйста, Дзинчи, Слонеши, Кворон, Нурли. Рассказывают про только появился сектор Аскелиос. Вот такая картиночка. Немножко ярковато, на мой вкус, но возможно кому-то такое нравится. очень похоже настольная ядра была по Вархаммеру. Там яркие цвета, там орки, космодесантники, Эльдары и хаоси, ты, конечно же, спились между собой. Бодипозитивная дама, не бодипозитивная дама, руины, конечно же, все стреляют, пиу, пиу. Коммуникации гульи. И вот так улыбался. Интересно, почему он так улыбается? А, правильно, потому что у него есть пауэрфист. Вы то, что улыбались, будь у вас пауэрфист. Технобанды всевозможные, брутальные мужики, которым своих голов не хватает. В общем, много всего, прекрасный лор. Если вы хотели быть знакомы с этой чудесной планетой, с этой системой, то вот все здесь написано. Роль Грэма, основы, знайте правила, знайте сюжет, будьте готовы. Помогайте дракам с созданием персонажа, еще чего. Импровизация, решение конфликта, откуда взялся инквизитор, кто его толкает, что он хочет сделать, как стать инквизитором. Эккаунтеры, сражения, заканчивая энкаунтер, когда он закончен, его последствия, влияние инквизитора, роль социальных энкаунтеров, повествований, отыгрывая неписи, вот посмотрите, как их много всего. Очень не хватает, наверное, для новичков, какой-то таблички рандомных неписей, там, какой-нибудь квирк, типа, один глаз, киберхвост какой-нибудь, плохое дыхание и, там, дикиме, какое-нибудь, мне кажется, было бы идеально. Хотя есть для ратронов вначале, о чем я. Приключения, готовые, не готовые, как связать между собой, экспо, здравствуй, дрейдер Эйзенхорн, или дрейдер Эйзенрок, сложно. Специальная роль, невинность ничего не доказывает, свет среди бесконечной тьмы, инквизиция, никаких игроков в роли инквизиторов, и это правильно, неписи и враги, здравствуйте, загадочные и вороватые Эльдары, которые всех предают, титвы неписи, портрет, движение, много неписей, хороших и разных, бандосы, фанатики, тропаты, купцы, офицеры, сервитер починки, вольный торговец, пришел вольный торговать, конечно же, флоры и фауна, стеллионов, всякие, плавленные крысы, их король, костяная трава, рецепторы всевозможные, естественно, нурлящая гниль, разразиться, здравствуйте, невероятные монстры, микрофаги всевозможные, токсикуйки и прочие приятные ребята, враги снаружи, эльдарский мир, меандрот, любимый эльдар, конечно же, рейнджера, там, в 6 интересных, варвар, матерый мститель, да, это они, флоги берры, которые в этой редакции очень хороши, утриси фекс, мега ствернитель, это приключение, вас отправляют расследовать, где нам артефакты, а тем временем в Улье мрут нобели, это, конечно, никак не связано, ахаха, сарказм, это связано, и в таком формате вы приключаетесь, это довольно неплохо, очень и очень неплохое стартовое приключение, я бы сказал, под форумы, преследуем, и вы видите, демон хост уже, да, удачи вам, как говорится, побороться с демон хостом в первой редакции, в самом начале пути ваших околитр, лас ганы, гангер с детскими лицами, и мы пришли к Индексу, Индекс просто моя любовь вообще, сделан идеально, мое почтение, не знаю, что сказать, это было просто прекрасно, если у книги нету Индекса, или он очень коротенький, я становлюсь очень злым профессором, и грустным, ну, здесь все есть, чершит, конечно же, там растет про Вархаммерс 4000 релик, это настойная игра, лучше в релике не играть, я вам сразу скажу, просто плюнется на него, и вот он, Rex Final Days, это ФГ сама себя пиарит. Опять же, никакого арта нету, ничего нету, и давайте как-то подведем итоги всей вот этой ереси темной. Вы посмотрели, все увидели, 443 страницы запредельного блаженства, новой редакции, прекрасного, пусть ограниченного манченизма, что-то осталось, как было в первой редакции, что-то они добавили свое, мне сложно судить, этой книге явно, точнее, второй редакции, явно не хватает дополнений. Возможно, с дополнениями моя оценка была бы выше, и мое мнение было бы лучше. Она ни в коей мере неплохая, если, допустим, сравнить с Вархаммер Фэнтези Роуплей, вторую и четвертую редакции, то это небо и земля. У меня вторая редакция, честно, пыталась исправить, они пытались что-то улучшить. Это было начало эпохи вот этого стримлайнинга, когда все системы максимально пытались упрощать, когда в них уже начали запихивать, как говорится, политические тренды со страшной силой, арт начал трансформироваться. Это началось где-то в году в 12-м и вот то, что мы сейчас имеем, это в общем-то последствия этого всего безумия. 10 лет я бы назвал террора с живой шнол. Но система интересная, играбельная, насчет обратной совместимости придется поработать, но вы справитесь, все получится, все приключения, все кампейны, все совместимо, можно играть первые подвушки, можно в двушечные кампейны, играть модули, там неплохие, можно вообще делать все, что хотите, но эта система не вызывает никакого негатива у меня, и поэтому, если вдруг вам кажется, первая редакция слишком сложной, слишком ограничивающей, связывающей вас по рукам и по ногам, то обратите внимание на вторую редакцию, она весьма и весьма неплохая. И прежде, чем мы с вами закончим это видео, хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал, платформу как Boosty, ВКонтакт с Водонатом, просто не забывает, без вас, ребята, ничего бы не получилось, и лаборатория пошла бы ко дну. Поэтому огромное вам всем спасибо. И на этой оптимистической ноте я на сегодня заканчиваю. Желаю вам всем только интересных и ярких игр, от винта, друзья, и до новых встреч. и до новых встреч. 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 До новых встреч.